И первый доклад, как ни странно, мой, так уж совпало, про общие технологии, космолеты и смежные вещи. Пара слов о том, почему об этом рассказываю именно я и какого черта меня пустили на сцену. Я некоторое количество лет работаю в IT-шке на разработческих, менеджерских и управленческих позициях. Я работал в НИИ, работал в Тиньке, работал в стартапе из Томска, работал в стартапе из Канады, работал в Яндексе, занимался разными странными и не очень штуками, начиная от рекрутинговых платформ, заканчивая движками репликации баз данных. Последние несколько лет я работаю в Яндексе, зашел сюда 4 года назад получить строчку в резюме и дальше пойти, не могу остановиться. В Яндексе я занимался экспериментальными продуктами РайТеха, самокатами, камерами и другими штуками, финансовыми продуктами РайТеха и, наконец, логистикой и новыми бизнесами Яндекс.Еды. Я по дороге увидел некоторое количество людей, технологий и граблей и надеюсь, что мне будет что интересного сказать вам сегодня. Собственно, что интересного я буду говорить сегодня? Я буду рассказывать, как мы принимали решение строить платформенные технологии, общие для больших команд. Команды настолько большие, что они находятся в разных компаниях внутри Яндекса. В частности, в Яндекс.Еде и Яндекс.Доставке. Буду говорить о том, что пошло не так, а что пошло так. Буду говорить о том, чему мы научились по дороге, как живем сейчас. И я надеюсь, что эти штуки окажутся полезны и вам. Возможно, кто-нибудь из вас подумает, что платформенная технология – это то, что вам нужно. То, чего вам не хватало для счастья в жизни. Возможно, кто-то подумает, что это абсолютно проклято и нужно прекратить строить то, что вы начали. Те, кто не остановится, возможно, прихватят с собой некоторое количество инсайтов о том, на какие грабли можно наступить и что можно сделать, чтобы наступить на меньшее количество граблей. Давайте поедем. Для начала дам небольшую справку про пару сервисов Яндекса, которые вы, возможно, знаете, возможно, нет. А именно про Яндекс.Еду и Яндекс.Доставку. Яндекс.Еда – это, как вы, надеюсь, знаете, сервис доставки еды и продуктов из ресторанов и магазинов. А Яндекс.Доставка – это сервис доставки чего угодно, кому угодно. Если посмотреть на эти сервисы чуть внимательнее, окажется, что и там, и там есть трехсторонний маркетплейс. В Еде у нас есть пользователи, которые что-то хотят, есть рестораны, которые могут что-то им предложить, и есть курьеры, которые соединяют этих агентов между собой. В доставке неожиданно есть достаточно похожие штуки, есть пользователи, которые хотят что-то получить, есть другие пользователи или организации, которые хотят или хотя бы могут что-то отправить, и есть курьеры, которые соединяют все это между собой. Очень верхний уровень штуки выглядят довольно похоже. Еще и в Еде, и в доставке есть большие технологические продуктовые вертикали. Собственно, клиентская, ресторанная, слэш, битубишная и логистическая. Давайте посмотрим чуть внимательно на вертикаль, которая мне нравится больше всего и в еде, и в доставке, на логистическую. Хорошо, что здесь нет ребят из клиентской разработки еды, они бы меня ударили сейчас. Собственно, посмотрим поближе, что происходит внутри логистики. Для начала логистики еды. Логистика решает верхнеуровневую понятную задачу – доставить посылку из точки А в точку Б. Конец. Доставляет она посылки с помощью курьеров, понятное дело. Если копнуть чуть глубже, то окажется, что мы делаем примерно следующие вещи. Мы нанимаем курьеров, где-то находим их вообще говоря, мы даем им инструмент, в котором они каждый день работают по много часов, мы распределяем заказы между курьерами, оптимизируя какие-то метрики в системе, мы строим систему ценообразования еды, мы управляем курьерской экипировкой, униформой и так далее, читаем курьерские деньги, читаем, сколько самих курьеров нужно где и делаем 10 других вещей. Не все из них указаны на слайде, поверьте на слово. Дальше представлена картинка невероятного качества исполнения. Я бесконечно благодарен дизайнерам, которые помогли мне. С мелкой моторикой у меня плохо. Она схематично отражает, что происходит между логистикой и другими вертикальными еды. Картинка намеренно упрощена. Каждый квадратик — это не один микросервис, это некоторая группа микросервисов. Посмотрим теперь, что происходит внутри логистики доставки. Неожиданно, очень верхнеуровнево происходит примерно то же самое. Ребята тоже доставляют посылки из .a в .b, они тоже делают это с помощью курьеров, они тоже их нанимают, они тоже строят ценообразование, они тоже программируют диспатч. Диспатч — это алгоритм распределения заказов по курьерам. И делают многие другие штуки, которые мы тоже делаем. Картинку я решил не копипастить, потому что два слайда с копипастой — это too much. Смотришь на это верхнеуровнево, и кажется, что есть какое-то пространство для оптимизации. Возможно, мы дважды делаем очень похожие вещи. Вот только не на уровне кода одного сервиса, а на уровне целых цепочек сервисов. И там, и там работают десятки инженеров и аналитиков. И там, и там есть курьеры и заказы. Причем курьеры не то чтобы фундаментально различаются. Более того, заказы не то чтобы фундаментально различаются. Не все знают, но, например, Яндекс.Доставка интегрирована там с вкусвиллом, с пятерочкой, с перекрестком и с другими ритейлерами, и буквально возят еду в некоторых случаях. Еще мы очень хотели уметь обмениваться заказами. Бывают дни, когда еда чувствует себя получше, у нас есть свободные карьеры. Бывают дни, когда доставка чувствует себя получше. Кажется, что можно бы помогать друг другу. В общем, навевает это все мысли о том, что нужно поискать синергии технологических. Ну, напомню коротко о том, что есть внутри логистики. Говорил я об этом целую минуту назад. И предложу сфокусироваться на двух достаточно жирных и интересных кусках. Интересных, на мой взгляд, по крайней мере. На курьерском приложении и на диспатче, на нашем алгоритме распределения заказов по курьерам. И там, и там работают достаточно крупные команды в виде и в доставке. И там, и там кажется, что мы делаем не то, чтобы сильно различающиеся штуки. И там, и там мы попробовали собрать общую технологию, и даже собрали. И дальше я расскажу о том, как это происходило. Собственно, начнем с курьерского приложения. Небольшая историческая справка. Возможно, не все знают, но Яндекс.Еда была стартапом, который делали ребята не из Яндекса. Назывался он FoodFox, и ребята доставляли заказы внутри Садового кольца в Москве. Это примерно все, что было там. У ребят был свой бэкэнд в монолите на пыхе. Олег позже расскажет, как мы от него избавлялись и избавляемся. У ребят было свое мобильное приложение, которое иронично называлось «Доставка». Мобильное приложение было неплохое, но, понятное дело, ребята, которые его программировали и на мобиле, и на бэке, не особо думали про синергии с кем-то там в Яндексе. Было бы странно, если бы думали. Доставка тоже была стартапом, но стартапом, сделанным ребятами из Яндекса. Конкретно ребятами из Яндекс.Такси. Ребята, естественно, решили не изобретать велосипед и взяли приложение, в котором работали таксисты. Оно раньше называлось «Таксометр», потом стало называться «Яндекс.Про». Вот как раз примерно там же оно из приложения для таксистов превратилось в платформу для исполнителей, где исполнитель — это таксист, курьер или кто-то еще. Посмотрели мы на это дело и подумали, блин, ну, кажется, у «Доставки» и «Такси» есть клевое решение. Надо бы заехать в него, платформа же. Сможем код переиспользовать, фичи шарить. Возможно, разработчиков ротировать сможем даже к себе каких-нибудь. Классно будет, в общем. Давайте попробуем. Сказано, сделано. Можно отдельно долго рассказывать, как конкретно происходила миграция, тема для отдельного доклада. Но поверьте, что она произошла. Получилось у нас то, что упрощенно представлено на картинке. Правда, есть некоторое мобильное приложение, в котором есть набор общих модулей, которые выполняют низкоуровневые функции, типа рисуют карту или доставляют пуши о важных событиях или показывают маршрут по этой карте. И над ними надстроено несколько стейт-машин, которые по коду разделены, которые более-менее независимы. Стейт-машины наши мы назвали модулями исполнителя. И, собственно, в них находилась вся бизнесово-специфичная логика, экранчики, обучение, которое было разным у такси, еды, доставки и лавки тоже, кстати говоря. И на бэкэнде была некоторая похожая конструкция. Мы запилили какое-то множество микросервисов общих для всех, низкоуровневых, и какое-то множество бизнесово-специфичных. В целом получилось не очень плохо. Технологии, правда, стали общими. Базовыми решениями, разработчиками и идеями стало можно обмениваться. Нам сначала показалось, что цель мы достигли, а потом мы поняли, что не до конца. Почему не до конца? Первое. Ну, внезапно, есть часть решений, которая не является строго общей или обобщаемой между едой, доставкой и такси, но является обобщаемой между едой и доставкой, или едой, доставкой и лавкой. Почему так? Пеший курьер часто отличается от таксиста, ну, например, тем, что нормальная история для пешего курьера отвезти несколько заказов нескольким клиентам. Сумка много помещается. У такси довольно долго было не так. Сейчас есть эксперименты, которые делают так, но это все еще довольно маленькое количество заказов. И в целом, если посмотреть внимательно на цикл заказа и на стоит машину еды, доставки и лавки, становится понятно, что они в верхнем уровне супер похожи. И там и там нужно прийти в точку А, иногда она расположена сложно, дождаться заказа, прийти еще в одну точку, дождаться еще одного заказа, потом прийти к клиенту, найти подъезд, этаж, достучаться до него, прийти к следующему и так далее. Кажется, что еще и обучать курьеров нужно не супер по-разному. В верхнем уровне вы и там, и там ты доскаешь с собой сумку, в которой что-то не очень большое в некотором количестве. У кого-то еда, у кого-то нет, но это относительно небольшие детали реализации. Подумали мы об этом и решили сделать еще итерацию. В чем заключалась еще одна итерация? Мы внимательно отсмотрели штуки, которые пересекались у курьеров с курьерами, даже если они не были у нас общими с такси, и вытащили в общие модули еще и их. Появился еще один слой модулей в мобильном приложении, появился еще некоторый слой сервисов на бэкэнде, и помимо этого мы подумали, что кажется, за последний год условно, наши бизнесы развивались более-менее похоже, вполне вероятно, что в будущем общих модулей появится больше. Мы, помимо всего прочего, договорились о единых интерфейсах для фичей, которые можно встраивать в циклы заказа. Это, с одной стороны, позволило быть уверенными, что в будущем фичи не придется переписывать полностью, если ребята из еды посмотрят что-то сделанное в доставке, и им очень понравится, или наоборот. С другой стороны, мы все еще оставили стоить машины физически разделенными, хоть и кода много общего, что позволило нам не ревьюить 100% кода друг друга, потому что это было бы адочкам, честно говоря. И в этой конфигурации мы живем примерно до сих пор, допиливаю ее понемножку. Что мы узнали, пока строили это? Ну, во-первых, общая технология – это дорого. Это не было приключением на 20 минут, это не было приключением на одну неделю или на один месяц, это не было приключением для одного человека или для двух, это было приключением для двух команд. Второе, если вам кажется, что что-то не является полностью обобщаемым или общим прямо сейчас, но вы можете захотеть это переиспользовать через полгода или год, просто потому что ваши бизнесы достаточно похожи, ваши менеджеры дружат, и вы стараетесь помогать друг другу, имеет смысл хотя бы попробовать договориться про общие интерфейсы, если не про общие реализации. Это сэкономит вам некоторое количество времени и нервных клеток в будущем, если дожить. И последнее, если команд много, более двух, у нас их было более двух, сильно более двух, критерий, которые можно сформулировать как решение, должно быть общим абсолютно для всех, скорее всего недостаточно хорош. Если решение является общим для трех команд из пяти, это, скорее всего, тоже достаточно хорошо. Это тоже вполне себе кандидат на платформизацию. Ну, поедем дальше за пределы нашего мобильного приложения к кишкам, к алгоритму назначения заказов на курьеров, он же называется у нас диспатчем. Историческая справка. Еда, как я уже говорил, была стартапом и разрабатывалась не на индексовом стеке, все там было в монолите, и диспатч тоже был в монолите на пыхе. Доставка, как я говорил, уже была стартапом из Яндекса, поэтому диспатч доставки на старте представлял собой систему из гениальных инженерных надстроек и костылей над диспатчем такси. Примерно в один момент в прошлом произошло два события. Первый, еда оказалась внутри Яндекса, глубоко и крепко, и мы подумали, что негоже иметь диспатч в пхп в монолите, долгосрочно, если мы хотим быть большими, двигаться быстро и жить хорошо. Второе, ребята из доставки подумали, что кажется неудобно долгосрочно жить вместе на одном диспатче с такси, потому что задачи диспатча пеших курьеров и таксистов достаточно сильно отличаются. Я уже приводил пример про то, что там курьер возит много заказов сразу, еще там есть кейсы про среднее расстояние до точки А и Б и некоторые другие. Собственно, о чем мы подумали в этот момент, давайте построим новый диспатч и доставки, и давайте построим его один раз. Ребята из доставки подумали об этом чуть-чуть раньше, чем мы. Мы узнали, что они собираются его строить и решили заскочить туда же. Ну, как нам казалось, это можно сделать. Можно взять небольшую команду классных инженеров, очень скилловых, они у нас нашлись. Можно отправить их проектировать систему, дать им запилить систему и после этого жить хорошо. Звучит и по-дурацки, и просто в то же время. Так мы и сделали. Можно отдельно долго рассказывать о том, как это происходило. И получили систему, которая сильно упрощенно представлена на слайде сейчас. Я, с вашего позволения, не буду читать написанное на кубиках. Я надеюсь, хорошо видно из зала. Ну, хотя бы нормально видно из зала. Что у нас получилось? Мы получили, правда, общий код диспатча, который, правда, сделан на технологиях, которые есть где-то внутри Яндекса. Решение, будто бы, правда, можно переиспользовать и не писать дважды одно и то же. Он, будто бы, правда, быстрее и надежнее, чем то, что было у нас в монолитной ПХП. Он, будто бы, больше подходит задачам доставки, чем то, что было в диспатче такси. Но есть ряд нюансов, которые выглядят не идеально, как минимум. Ну, например, стэк и архитектура, которые придумали крутые инженеры, очень нравятся крутым инженерам, но туда тяжело взять и за онбордить 10 новых разработчиков. Как оказалось, у нашего продукта и аналитики нашлось бесконечное количество идей по улучшению диспатча и по вещам, которые можно было бы экспериментально проверить. Что потребовало большого количества допилок и для еды, и для доставки. Но онбордились, ребята, туда, правда, тяжело. Неожиданно C++ бывает очень разной степени суровости, а у нас получился очень суровый. Помимо этого, оказалось, что части системы, которые наиболее легко изменяемы, не совпадают с частями системы, которые нужно наиболее легко менять. Как мы это выяснили? Ну, мы где-то какое-то количество месяцев пожили и посмотрели на то, сколько кода нам приходится писать и переписывать каждый раз, когда аналитики переносят новую идею для эксперимента. Во-первых, оказалось, что достаточно немало. Во-вторых, что этот код часто настолько общий, что его нужно поревьюить с двух сторон, что его поломка ломает одновременно еду и доставку, и, короче, работать с ним, правда, геморройно. Лучше, чем диспочи, которые были у нас до этого, но все еще недостаточно хорошо. Хочется получше. Делаем получше. Что значит получше? Ну, во-первых, мы немножко поменяли стэк. Спойлер, внутри Яндекса есть несколько разных плюсовых фреймворков. Мы выбрали другой, тот, на котором писали больше разработчиков и идеи доставки, чем на первоначальном выбранном нами, и в который еще и вкатываться было сильно проще. Во-вторых, мы поняли, что нам не нужно делать, в общем, абсолютно весь код. Что можно пойти по дорожке, которая была у ребят, которые строили мобильное приложение, допилить некоторый набор библиотек и базовых компонент, которые делают что-то совсем низкоуровневое и простое. Ну, например, держат кэшик со свободными курьерами, или держат кэшик с занятыми курьерами, или хранят историю заказов и их изменений. А над ним надстроить несколько модулей, которые ребята из каждого бизнес-юнита будут поддерживать, развивать самостоятельно, деплоить физически раздельно и жить чуть-чуть попроще. В-третьих, мы на архитектурные сессии позвали аналитиков и продуктов, чтобы можно было выровнять разработчиков относительно вещей, которые должны быть легко изменяемы и должны быть гибкими. Даже если это нужно побольше инвестировать на старте, было очевидно, что это окупится. Собрали мы некоторую штуку, похожую на то, что нарисовано у меня за спиной. Есть у нас большой эпический диспатч, внутри которого есть общие модули с базовой логикой. Рядом с ними есть еще технология под названием JS Pipeline. Есть клювая статья на Хабри про нее. Она позволяет внутри плюсового рантайма исполнять джаваскриптовый код. Мы втащили ее, чтобы дать возможность аналитикам гонять эксперименты, не привлекая разработку вообще. Есть отдельная админка, в которой можно покрутить алгоритм скоринга ребер в нашем графе, который строится алгоритмом диспатча, и посмотреть, что происходит. И над всем этим безобразием мы надстроили некоторое количество state-машин слэш модулей, которые реализуют логику специфичную для еды, для доставки, для лавки и так далее. Что важно, модули деплоятся физически раздельно. То есть мы, насколько можем, снижаем вероятность того, что разработчик из одной компании кладет продакшн сразу всем во время своего релиза. Уже получилось сильно лучше, чем было до этого. Менять код стало сильно проще. Разработчики стали вкатываться быстрее. Экспериментов единицу времени мы стали проводить больше. Кстати, позже скажу, сколько точно. Но, посмотрев на это еще какое-то количество месяцев, мы поняли, что это все еще недостаточно хорошо. Что недостаточно хорошо? Как я уже упоминал, наши бизнесы и продукты достаточно сильно дружат друг с другом. Мы обмениваемся курьерами и заказами время от времени. Мы решаем похожие сценарии. И из этого следует, что на самом деле внутри коробочек модуля еды и модуля доставки через какое-то количество месяцев было решено некоторое количество, по сути, одинаковых задач. Но решено было по-разному, потому что код коробочек друг у друга мы не ревьюили. Хотелось двигаться быстрее, и это мы не предусмотрели. Кажется, можно пообщать еще больше. Давайте попробуем. Хватаем модуль и внимательно смотрим на то, что внутри него. Внезапно оказывается, что каждый модуль можно представить как граф зависимости или задач примерно одного и того же вида для еды и доставки. Мы некоторое время поштормили над этим, договорились про то, что должно происходить в верхнем уровне внутри каждого юнита. Все, что можно было вынести в общие либо, включая сам базовый цикл заказа на три модуля, мы вынесли. И, как и в Pro, договорились про то, чтобы штуки в будущем делать с единообразными интерфейсами. Чтобы их можно было, если переписывать, то хотя бы не полностью, чтобы втаскивать друг к другу. И с тех пор мы живем так, нам кажется, что вот это уже не очень плохо, то, что получилось сейчас. У вас мог возникнуть вопрос, пока я разлагольствовал про мобильные приложения и бэкэнды. Есть ли вообще какая-то польза для бизнеса от того, что вы всей этой дрянью занимаетесь? Или вы просто вундервафлю собрали, пошел друг друга по плечу и пошли дальше? Кажется, что есть. Я привел здесь метрики операционные, логистические, едовые за последний приблизительно год. Тут нет абсолютных цифр в штуках, в заказах, но есть метрики, которые более-менее говорят про рост эффективности сервиса. Ну, например, у нас процентов на 30 или больше вырос OPH. OPH – это, упрощенно говоря, количество заказов, которые один курьер может доставить за час. У нас значительно выросла доля бачей. Бач – это сценарий, при котором один курьер берет несколько заказов и более-менее успешно доставляет их клиентам. Это достаточно важная штука в ситуации, когда курьеров не хватает. Еще у нас, например, курьерский кликтуит снизился на значительное для большой компании количество процентов. Курьерский кликтуит – это буквально время в среднее, которое уходит у курьера на то, чтобы доставить заказ. То есть прийти в точку А, забрать его, дойти до точки Б. Чем он меньше, тем быстрее клиенты в среднем получают еду, тем менее они недовольны, тем меньше их бесит время доставки. Да, я знаю, некоторых из вас бесит иногда, да, меня иногда бесит, но, честное слово, стало лучше. И две интересных цифры, которые важны скорее не динамикой, а наличием – это так называемые фуллбеки. Фуллбек – это ситуация, когда мы заказ приняли в еде, но отдали его курьеру доставки, потому что нам не хватило своих. Или наоборот, когда мы приняли заказ в доставке, но отдали курьеру еды, потому что это по разным причинам оказалось эффективнее. До трех с чем-то процентов заказов в еде мы вывозим благодаря фуллбеку в доставку. Доставка в больших городах типа Москвы до трех процентов вывозит благодаря курьерам еды. По всем регионам по кругу это примерно полтора процента. Не могу привести абсолютно, но, честное слово, на масштабах бизнеса размером с Яндекс 3% заказов – это довольно много. Это довольно большое количество денег и большое количество клиентов, которые расстроятся, если не получат еду после того, как ее закажут. Так что кажется, и я по крайней мере верю, что то, что мы сделали, работает не очень плохо. Помимо того, что не приходится одно и то же делать дважды. Собственно, что осталось у нас, у меня и у некоторых людей в голове после увлекательного родео или двух, про которые я рассказывал до этого. Дальше будет некоторое количество выводов. Их много, они душные, поэтому мы вставили мемов сюда, чтобы вам не было уж очень скучно, пока я буду говорить об этом. Ну, во-первых, общие технологии – это довольно дорого. Если ваш бизнес находится на этапе стартапа или только-только выходит из него, и вы все еще должны доказывать инвесторам, что можете зарабатывать деньги и учиться зарабатывать больше денег прямо сейчас, не за полгода, а за два дня, скорее всего, ваша компания закроется быстрее, чем ваша команда достроит платформу классную, большую. Следующее. Платформенное решение нельзя заутсорсить интеллектуально. Что я имею в виду здесь? Если вы видите классное обобщенное решение, которое придумали или придумывают другие люди, которое кажется, что покрывает и вашу потребность тоже, и если ваша команда большая и запросов у вас много, нельзя серьезно рассчитывать на то, что вы просто подключите себе зависимость и будете бесплатно пользоваться сервисом, а про его развитие на горизонте полугода, года и мажорные доработки будут думать другие люди. Если вы сделаете так, скорее всего, вы за единицы месяцев придете в мир, где вам банально неудобно или невозможно быстро внедрять доработки, необходимые вашему бизнесу, потому что никто лучше вас не подумает про то, как должна выглядеть архитектура системы, в которой удобно делать то, что нужно вашему бизнесу. Заезжая в платформу, вы автоматически становитесь стратегическим партнером по технологиям и должны думать про стратегию вместе с другими людьми, которые строят ее. Это кушает интеллектуальный и временной ресурс. Дальше. Архитектура платформенного решения – это не чисто инженерное решение. Плохая практика – отдавать его на самостоятельную проработку разработчикам. В среднем получается лучше, если в одной комнате с ними запереть продуктов и аналитиков, которые, конечно, нифига не могут поревьюить код или сказать, что ваша система будет недостаточно отказоустойчивая, но могут вас остановить и сказать, чуваки, кажется, эта часть системы очень сложная, а мы хотим менять ее 10 раз в месяц. Скорее всего, захотим. У нас много идей про улучшения здесь. Подумайте, пожалуйста, как сделать ее более гибкой. Подумайте про инструмент, который позволит делать нам это без вашей помощи. Это, правда, поможет. Дальше. Кликер не работает. Работает. Я крайне не рекомендую вам пытаться строить больше одного космолета за подход. Мы пытались. Курьерское приложение новое было спроектировано с учетом того, что будет разработан новый диспатч на новых технологиях. Новый диспатч был разработан с учетом интеграции с новым курьерским приложением. В некоторых городах мы раскатывали их вместе. И это приводило к некоторым проблемам. Проблема следующая. Понятно, что если система совсем не работает, то довольно легко понять, более-менее легко, почему так. То есть, если у вас в городе перестали доставляться заказы, можно более-менее быстро понять, это мобильное приложение сломалось или диспатч сломался. Простая задача. Но если произошло тонкое ухудшение, на полтора процента просело среднее время доставки заказа, нифига вы не можете определить, что работает плохо. Диспатч или про. И там, и там много составных частей. И там, и там многое может пойти не так. Делать хорошие гипотезы и дебажить, правда, непросто. Стоит держать аппетиты под контролем. Дальше. Вам нужна не только сильная инженерная команда, но и крутой менеджер. Или темлит. Или и тот, и другой. Такой человек нужен, чтобы разработчики как минимум не поругались друг с другом по дороге, как максимум выбрали стэк, не который выглядит максимально технически круто, а в котором, правда, удобно будет работать большому количеству людей в компании. А еще после того, как вы достроите все, что является полностью общим, нужно приложить немножечко менеджерского усилия, чтобы удержать людей в комнате на пару часов и поговорить про интерфейсы для частей системы, которые не полностью общие, но достаточно похожие и могут стать общими позже. Собственно, если то, что я сказал, до сих пор вас не остановило, и вы все еще думаете, что ваш бизнес большой, сложный, появился не вчера, будет жить еще долго, и рядом есть команда, которая делает что-то похожее, попробуйте построить платформенную технологию. Будет как минимум интересно, как максимум вы заработаете денег себе и компании. Спасибо. Продолжение следует...